Привет! На связи снова Краснодар. Это улица Аэропортовская, 4, дробь 2. Автомобили с пробегом, ключ авто. Я смотрю одного парня, в Краснодаре снимает, раньше в Питере снимал. Он называет себя расхититель мусорных баков. Помоечка кормит, залазит на помойку и там что-то отыскивает. Иногда, мне кажется, у нас с ним схожий контент. Но это немножко юмора, к этой площадке не относится. К предыдущим выпускам, по-моему, относится. Ну и к этой тоже иногда. Посмотрим, в общем, что у нас здесь есть. Начнем с бюджетников, дальше продолжим. Ну и то, как сказать вам. Вот представлены три Приоры. Там будет Калина универсалом, потом будут Пыжики. В общем, ставьте комментарии, жмякайте пальчик вверх. Приора белый цвет. Не знаю, по-моему, не было ее. Год выпуска у Приоры 2015. Внешний вид. Есть какие-то нюансы по двери. Мятки есть небольшие, но присутствуют. 2015 год, там в 2013 году. В конце был рестайлинг. Приора 2. Ну, это конкретно есть Приора 2. Так оно выглядит. 2015 год, автомобилю 8 лет. Они здесь, как правило, все закрытые. Да, машина будет закрытая. Руль перешитый. Уже вижу, даже сильно не заглядывая в салон, видно, что руль перешит. Ну, беленькая. В общем, год выпуска 2015, как я уже сказал. Цена автомобиля 630 тысяч рублей. 630. Кто-нибудь мог такое представить? Ну, хотя уже трудно чем-то шокировать. После двенашки за 220, конечно. Приора за 630. Может, медом покажется. Заявленного пробега 150. Ну, 1.6, 98 лошадей. Были восьмиклапанные они. Но крайне редко. 630. Так, это какого года? Вот это вообще очень странно, допустим. Это машина 2013 года. Цвет Сочи. Стоит 570. 570 тысяч рублей. Оба хэтчбеки они. Просто разница в цене, мне кажется, не колоссальная, конечно, но довольно такая серьезная. Тормозные диски. Ну, миненные уже с вентиляцией. Резина Кама. Кто пользовался резиной Камой, напишите, мне кажется. Так себе резина. Ну, вот 570 Приора. Выглядит на неплохо. 2013 год. Это вот еще до рестайлинга, да, там они. Ну, у нее комплектация хорошая. Мультимедиа у нее. Две подушки безопасности у нее. Штампы вот эти так называемые. Ну, это диски, наверное. Сзади будут барабаны. В общем, 2013 год. Цена 570. Пробега почти 100 тысяч. Шестнарь 98 лошадей. Смотрите. Кто интересуется Приорами. Так, представлена еще одна Приора. Вот хэтчбек. Год выпуска 2012. Он на каком-никаком, ну, литье. Ну, не машины припыленные, конечно, им тут намывать их каждый день тоже особо, наверное, нету прям такой нужды. Зеркала только вот у белой Приору самые новые такие, да, эти здесь все зеркала с повторителями. В общем, цена этой машины 399 тысяч рублей. Ну, 400, 570. Разница в год. Ну, и разница в пробеге, наверное. Уже у всех вторые бампера стоят. А, ну, правильно. Здесь пробега 225 тысяч. Больше 200 Приора проехало. Цвета у них одинаковые. Ну, эти шильдики все пооблазили. Ну, вот так тут стоит Веста. Веста это будет за миллион. Поэтому, наверное, попозже чуть посмотрим эти Весты. Вот представлена Гранта. Гранта. Сейчас мы откроем сайт. Пока мы здесь. У Гранты цена 565 тысяч рублей. Ну, это не Гранта, это Калина 2. Ну, блин, та же самая платформа, все то же самое. 13-го года машина с этим, с Грантовским мотором 87 лошадей. Ну, 10 лет автомобилю. Стоит 565 тысяч. С пробегом 167. Год 13-й, да. Это универсал. Калина 2-го поколения. Универсальчик. Гордо красуется надпись Калина. Еще можем посмотреть, конечно, по акцентам пробежаться. Акцентов довольно много, в общем, я встречал. Но будет сейчас еще одно включение. Весты посмотрим сейчас. То, что ценников нету. Сейчас по этим, по сайту чисто ложу. И высматриваю машину. В общем, до нового включения. Продолжаем. Так, ну вот, продолжение. С великим и непобедимым акцентом. Акцент. Пошли пороги жуки, по аркам пошли жуки. Ну, скорее всего, это уже произошло вторично после ремонта. Резина Кумха неплохая сзади. Но диски почему-то написано Мазда. У них 4х100 разболтовка. Почти как у Жигулей. Покажу вначале внешний вид акцента. Сегодня солнечный день. Не знаю, пересвет будет, солнышко. На капоте есть такая. Прям. Ну, капот как будто бы в заводском окрасе, слушайте. Ну, вот крыло пожмяканное. Крыло пожмяканное. Тканевый салон. Комплектация со стеклоподъемниками. Город Кропоткин. Дар авто. Когда-то он там продавался. В Кропоткине. В общем, по всему кузову есть вот такие вот проблемы. В общем, тут заявлено, что мотор у них полторашка, 102 лошади. Ну, пробега у данного автомобиля 317 тысяч. За 317 тысяч сколько лошадей там у него померло? И от старости осыпалось в картер? Неизвестно, сколько дожило. Если 70 лошадей дожило до такого пробега, то уже будет хорошо, наверное. Пробег все-таки не маленький. 317. 380. Цена на него. Почти 400 тысяч. Акцент. Наверное, с учетом официала, того, что они тоже хотят кушать, накрутили цену. Ну, наверное, опять же, лезет лезет ассоциация, блин, с двенашкой, которая стоит, блин, 300, ну, 220 тысяч, да? Вот представлена Тойота. Вот единственное, что я сейчас не пойму, она, наверное, леворукая. Потому что я смотрел, думал, что она праворукая. Такие часто праворукие бывают. И праворукая машина на механике для меня, это, наверное, мечта левши. Но я не особо понимаю, в общем, как как можно левой рукой передвигаться. Может, это конкретно моя особенность. Не знаю. Может, это есть другой. Короче, она стоит 355 тысяч. Мотор у нее полторашка. 110 сил. 2000 год выпуска. Пробега 360 тысяч. Она бессмертная Тойота. А, ну то, что она, как бы, это, с левым рулем, пофигу на то, что она праворукая. В моменте вдруг встала. Датчики парковки сзади есть. Название все поняли. Но почему-то написано 2.3. Что это значит? Я не знаю. Почему 2.3? Меня бы в комментариях экспертом называют плохим. Никакой я не эксперт. Никогда не заявлял о том, что я эксперт. Люди сами делают выводы. Навешивают на них какие-то ярлыки. А потом расстраиваются. Почему их догадки не сбылись. Очень странно. Так, вот не хочу далеко ходить. Вот он, Peugeot стоит. Peugeot 207. Цена 470. И он автоматный. Это, наверное, первая цена за автоматную машину, которая представлена в этом салоне. Потому что дальше все будет, скорее всего, дороже. Пробега у него заявлено 172 тысячи. Мотор 1.6 развивает 120 лошадей. Хэтчбэк пятидверный. Смотрите, делайте выводы. Это стараюсь показать самого того, что есть бюджетного. Ну, как бы, грант полно за миллион и тому подобных автомобилей. Поэтому показываю пока, что есть рядышком. Что вижу. Вот есть Chevrolet Aveo. Коробка механика. Год 2011. 499 тысяч рублей машина стоит. Пробега 160. Мотор 1.4. 101 сила. Так выглядит. Так, елка стоит. Ситроен. Камри я не знаю, в каком краю мы будем искать Камри. Вот представлен Гетц. Гетц стоит 548. 1.4. 97 сил. Машина на механике. Год выпуска 10. Пробег заявлен 170 тысяч. Так, тут французы. Тоси-боси. Будет в перемешку все. Так, акцент. Вот он нарядненький акцент стоит. Я так подозреваю. Это вон. Блин, сильный ветер сегодня. Ветрозащита справляется, не справляется. Акцент стоит 550. Год выпуска 2010. Пробега заявлено 175 тысяч. По визуалу очень похоже. Да, вот он. Как вам акцент за 550? Что думаете? Визуально он прям, ну, неплохо выглядит, я хочу сказать вам. Штампы, колпаки, все дела. 550, заявленным пробегом 175. Вот, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Деваться вам все равно некуда. Рядом стоит Мандео. Форт Мандео, шестого года. Пробег 200, мотор 2.5, 170 сил. Коробка, автомат. Насколько этот динозавр дожил. На хорошей зимней резине Гудьер. Ну, хороший, я имею ввиду, протектор живой. Черный, на автомате. 580. Не, ну, кайфа и жиру в нем будет больше, конечно, чем в акценте. Но, в плане беспроблемного владения, я сильно сомневаюсь, что он будет гораздо лучше. Так, этот Гец мы уже проходили. Вот тут Елантра. Вот хорошо, что они тут долину мусорных баков. По нынешним, наверное, временам это считается типа Ути. Потому что там стоят машины по 10, по 20 миллионов. Хендай Елантра. Автоматная машина до 600. 595 тысяч от официального дилера. Насколько это плюс или минус, я не знаю. 1.6, 122 силы. Пробега заявлено 179. Год выпуска до 1008. Машине 15 лет. Правильно я посчитал или неправильно? Да, машине 15 лет. 595. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Опять же, такой же вопрос. Ну, тут пробег типа заявлено 179, но я слабо верю. То есть, вот представленные автомобили, да, более... Ну, тут будет 21 год. 1.6, автомат, пробега 75 тысяч. Это ценники будут 2. 2 миллиона. Того больше. Вот цвет синенький поинтереснее. Ну, хотя вот этот серый тоже довольно солидно смотрится. Еще один Гет стоит 615, и он автоматный, вот. Ну, в общем, вот тут реального официалов за 600, около 600, есть версии автоматных машин. Насколько они выжившие, через подборщика надо обращаться. И то, не знаю, подборщики сейчас не берутся за 600 брать, наверное. Все подорожало. Ну, вот, между прочим, выглядит прям очень неплохо. Не знаю, на солнышке вам пересвет, наверное. Солнечный день не очень красивые кадры получаются. Он выглядит неплохо, я хочу сказать. С пробегом 133 заявленным. Мотор 1.4. У них 1.6. Ну, мне, по крайней мере, не встречался очень часто 1.6 мотор. Геттик 615. Молодцы, как они поставили. Вот она, Тиида. Тиида, мотор заявлен 1.8. 126 сил. 2008 год. Механика. 620 тысяч. Пробега 237 тысяч километров. 237 тысяч. Машина 620. Хотелось бы, конечно, автоматную. Не пойму, то ли чехлы, то ли кожаный салон. Ну, как бы так не разглядишь. Резина что-то грязная. По камушкам на ней ездили. Ну, вот до миллиона прям получается шикарный видос. Ford Focus с хэтчбэком серебристый. Где они его запарковали? Типа, блин, не так часто. Ну, вот он тут 650 заявлено, цена у них. Я пока вот так вот его не вижу, чтобы он в глаза мне бросился, честно сказать. Chevrolet Aveo. Вот это Peugeot я раньше видел. Так, ладно, ребят, придется еще одно включение делать. Вот еще одно включение. Я покажу сейчас пару-тройку автомобилей. Будем это видео завершать. Skoda Octavia. 2010 год. Заявленного пробега 270. 13 лет автомобилю. Неплохо он визуально выглядит. На неплохих дисках. Skoda больших резина Pirelli. В общем, цена за него 880. Мотор 1.8, 152 силы, коробка робот. Смотрите, решение принимать только вам. Сейчас покажу немножечко до миллиона, что представлено на автомате. Есть очень компромиссный вариант, который стоит до миллиона рублей. Но он прям свеженький. Это Ravon. Ravon. А, нет, я ошибся, он не сильно свеженький. 985 тысяч рублей хотят за Ravon. Он должен быть автоматным. Год выпуска у него 1016. Но я почему-то думал, что он будет новее. Потому что на сайте смотрел. На сайте такой Ravon был. И до того он и есть. 16-й год. Заявленного пробега 31 тысяча. 1.3 автомат. 85 лошадей. Такой вот, с позволения сказать, шикарный автомобиль. Пробег прям минимальный. Но он и выглядит на самом деле неплохо. Может быть, вполне, что это реальность. Такой у него пробег. 985. Маленькая машина. Может, для города будет и удобно. Покупалась в Краснодаре, наверное, Леон авто какое-то. Скорее всего, владельцев у него будет один, наверное. Наверное, тут так сразу не пишут. И тут обычно, наверное, на листочке должно быть написано. Нет, теперь тоже перестали писать. В общем, ладно. Пойдем дальше. Представлены еще акценты. Я не помню, где, как и сколько. Есть еще сид. Сид старенький. Но, наверное, живой. Сид стоит 935 тысяч рублей. Вот он представлен. Так, он был уже после. Сейчас пока. А нет, 930 я вас обманул. 930. Год выпуска 2011. Коробка автомат. 1.6. 122 силы. Сиды неплохие были. И он выглядит прям хорошо. Возможно, он даже облитый. 12 лет ему. И дочек у него прям бодренький. Выглядит оно очень неплохо. Белый цвет. Так, мяткикных никаких нету. Таких косяков прям жестких. Никаких я не вижу. По салончику, на первый взгляд, все так неплохо. Но, не знаю. Внимательно смотрите сами. Выбирайте сами. Фокус на сайте висит 10-й год. Но они тут все 11-го стоят. Я не знаю, как вас правильно сориентировать. Наверное, фокусов тут много всяких разных. Так, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Подписывайтесь. Пальчики вверх. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok